Добрый день дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о нерукотворных крестах, которые были обнаружены в стволах деревьев. В 2002 году недалеко от села Брестов Закарпатской области на Украине рабочие пилили деревья. Одно дерево у них распилить не получалось. После нескольких попыток ствол дерева сам раскололся. Мужчины в стволе бука увидели изображение креста. Две половинки ствола отдали в храм. Прихожане утверждают, что спустя некоторое время в храме он замироточил. В 2010 году в городе Ромно-Сумского района и Ровенского района Украины при вырубке деревьев тоже были обнаружены кресты в стволах деревьев. В городецком районе Нижегородской области в России крест был обнаружен выловом кряжье, который в течение нескольких лет использовали для колки дров. В 2011 году изображение креста с разветвленными концами было обнаружено в Южной Сети при ремонте на спилье бревна, которое много лет входило в состав крыши святилища. В Молдове в 2009 году житель села Кодрины Окницкого района во дворе частного дома решил спилить разросшийся ясень. По его словам бензопила очень тяжело шла, но задуманное он завершил. После своей работы он увидел на спиле дерева красный крест со свечой у основания. В 2010 году мужчина из села Березово Закарпатской области на Украине для растопки печей рубил дрова и обнаружил внутри крест. В селе Плоскановица было два подобных случая в 2002 и 2011 годах. В обоих случаях тоже не могли распилить ствол на месте нахождения креста. Приходилось пилить либо выше, либо ниже. Обнаруженные кресты отдавали в деревенские храмы. В деревне Потаповича Ивановского района Брестской области Беларуси. В 2011 году при рубке дров обнаружился русский православный шестиконечный крест около 30 сантиметров длиной. Крест передали в ближайший храм. В 2012 году в Калифорнии, США при обрезке деревьев на территории кладбища на одном из срубов сосны рабочие обнаружили отчетливый крест. Фрагмент древесины размером около 4 дюймов с изображением равноконечного креста находится в здании администрации кладбища. В Сан-Диего, США в 2011 году изображение креста было обнаружено на срубье дерева. Изображение обнаружил владелец компании, занимающейся ландшафтным дизайном. Особое значение он придает тому, что явление креста произошло на территории принадлежащей церкви. В очертаниях темного пятна, которая проявляется на многих срезах, одни прихожане разглядели крест, а другие фигуру ангела. Эта береза в виде креста выросла на склоне горы Голгофа на острове Анзер в России на месте массовых захоронений монахов. В советское время Соловецкий монастырь использовался как лагерь для заключенных. Годеновский крест – один из самых знаменитых чудотворных крестов. Крест считается рукотворным. Он был найден пастухами на глухом болоте недалеко от Ростова Великого, которые увидели свет, поднимающийся из болота в небо. Имеет византийские корни. Считается, что он явился от греческой страны за 30 лет до падения Константинополя 29 мая 1423 года. Но каким образом он появился на русской земле, никто не знает. Крест представляет собой резное расписанное изображение Иисуса Христа в человеческий рост. На верхнем перекресте есть греческие слова «ставройкон». Это означает образ креста. Сам образ вырезан из липового дерева. Многое детали указывают, что этот крест был создан в ромейской грекоязычной среде. На этом на сегодня все. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий и вам понравился рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог!